Полиция расследует очередное уголовное дело о дистанционном мошенничестве. На этот раз преступники обманули жительницу Иванова, предложив ей не купить, а забрать щенка популярной собачьей породы. Вы расскажите с самого начала, что произошло? Ну, получается, я смотрела объявление на Авито, потом я увидела объявление с щенком Корги, что отдают, что отдают его бесплатно, только нужно оплатить, получается, отправку из другого города, из города Ясногорск. Женщина поверила в то, что бывает и так. Интересную и дорогую породу собак кто-то отдает за бесплатно. С этим кем-то она и связалась. И неизвестный благодетель предложил продолжить разговор в мессенджеры WhatsApp. Потом, после чего мы договорились о том, что переправим щенка, договорились уже одни, и мне скинули, получается, сайт. Есть какая-то грузовая компания, которая переправляет как раз вот животных и все остальное. Такое предложение пообщаться в каком-то мессенджере – есть не что иное, как первый сигнал о том, что вас хотят обмануть. Женщина говорит о том, что никогда о таких мошенничествах не слышала и потому не распознала аферу в раздаче бесплатных щенков. Мне скинули ссылку, но это оказалось зеркало этого сайта. И когда я, получается, делала оплату, мне приходил код, я вводила этот код, с меня списывались деньги, но сайт показывал, что деньги, ну, то есть код неправильный, и что нужно ввести еще раз. Мне приходил новый код, я снова вводила его. Итог всех этих попыток – оплатить доставку бесплатного щенка в потерянные 4 тысячи рублей. Деньги небольшие, но все же обидно. И после чего я решила проверить свой счет в Сбербанке. Я кем-то зашла, а я только-только закинула 5 тысяч на карту, чтобы оплатить. И смотрю, а у меня там от 5 тысяч ничего и не осталось. Ну, в общем-то, это продолжалось бы дальше, если бы вы не зашли, бы не проверили счет. Ну да. И, в общем-то, получилась такая история, то, что когда я это все обнаружила, я решила написать продавцу, что у меня возникла такая проблема. Захожу в WhatsApp, а там уже аватарки нет. То есть, получается, меня кинули в черный список. Психологический расчет у таких аферистов учитывает одну человеческую особенность. Всегда хочется верить в чудо. Бесплатная Корги показалась доверчивой женщине таким вот чудом. И она в него поверила. В том она честно признается сама. А у вас ничего не насторожило в объявлении? То есть, Корги собака-то дорогая так-то. Ну, если честно, я так обрадовалась, что я об этом даже не подумала. Ну, наверное, я знаю. Продолжение следует...